Мы собираемся сегодня на фотосессию ко дню рождения дочки. Мы собираемся 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 на фотосессию ко дню рождения дочки. Там дочка на заднем плане играет в детской комнате. Платье состоит из двух частей. Вот такая нижняя часть и вот вверху то что было нами надето. Просто ужасающая погода сегодня. Сильный дождь, ветер. На календаре 18 января ломает все стереотипы этой погоды. Там вместо крещенского мороза, как обычно, у нас крещенский дождь. Я выбежала на улицу, потому что нужно сходить в продуктовый. Ну и также заодно зайду на ВВМ. Там пришла новая настолка. Я уже как-то вам рассказывала, что мы с друзьями любим периодически играть в настольные игры. Вот, заказала новенькую. Покажу вам какую. Она, кстати, подходит для всей семьи, для взрослых и для детей. Смотрите, вот такая погода в январе. 18 января. Ужас! Ну что, вот так выглядит игра, которую я вчера заказала. Ссылочку оставлю внизу. Она очень хорошо упакована. Плотная картонная коробочка. На эту игру классные отзывы. Надеюсь, что она нам тоже понравится. Эта игра, она подходит для всей семьи. Для взрослых и для детей. Тоже от 7 лет. А до этого мы также покупали новую игру. Правда, муж ее заказывал на Азоне. Называется она «Соображари супер». Именно эта версия, она идет для взрослых. Написано, что невероятно веселая игра для вечеринки. Это действительно так. Игра очень веселая. Нам она понравилась. Единственное, что, наверное, для первого знакомства с игрой лучше было бы взять классическую версию. Классическая версия в такой синей упаковке. Вот. Также есть еще версия для детей. Версия 2, на полу, в красной упаковке. В общем, у этой игры много версий. Тоже вам советую, если любите настольные игры. Здесь внутри вот такие карточки. В общем, прикольная игра. Я вообще просто обожаю настольные игры. Мне кажется, это классное времяпрепровождение. И когда дочка немножко подрастет, то я постараюсь ей тоже привить любовь к настольным играм. Будем вместе с ней играть. Внутри тут находятся правила. И вот такие запечатанные карты. Кстати, у нас достаточно много настольных игр разных. Если вам эта тема интересна, то пишите. И как-нибудь в одном из видео я покажу остальные наши игры. Качество у этой игры отличное. Карточки плотные. Карточки плотные. Конечно же, оставлю внизу под этим видео. Это русский производитель. Вот такая здесь симпатичная бирочка. Качество просто отличное. Еще я ее ухватила по супернизкой цене. Всего лишь за 1300 рублей. Сейчас она, по-моему, дороже. Ну, вы знаете, что на ВВЦ цены всегда меняются. Все строчки идеально ровные. Цвет у нее не чисто белый, а такой молочный, я бы сказала. Немножко оттенок. И красные полосы. Приспущенная линия плеча. Немножко такой оверсайз фасон. Но мне очень нравится. Я вообще обожаю тельняшки. Не знаю, откуда у меня и почему у меня такая любовь к полосатым вещам. Особенно, ну, вот видите, тельняшек. Но я их просто обожаю. Вот. Всегда обращаю на них внимание. Появилась еще одна новая игра настольная. Называется Мухобойка. Очень веселая игра. Напоминает чем-то по принципу игры Уна и Свинтус. Но более подробно я могу рассказать, в каком-нибудь другом видео, если вам будет интересно именно про настольные игры. Внутри здесь были правила игры. И вот такие красивые сами карточки. Вот так выглядит. Цель игры это избавиться от всех карт на руках. И заполучить из этого Муху. Также завтра, еще 29 января, у нашей доченьки будет день рождения. Мы начинаем готовиться сегодня с мужем. Сейчас скоро пойдем в магазин, чтобы кое-что закупить. Также нам нужно составить список того, что мы будем заказывать на доставку. Также вечером нужно будет ей собрать ее подарок. Я тоже сниму, вам покажу, что мы ей подарили. Это детская мебель, столик и стульчик. Уже пора, надо было и раньше купить. Ну и день рождения ее мы в этот раз, три годика, будем отмечать в детском центре. Детки там будут играть. Также мы решили все-таки заказать аниматора. Но так получилось, что по времени там немножечко у нас несостыковка с аниматором. И у нее есть время только на экспресс-поздравления. Ну мы решили, что ладно, пусть будет просто экспресс-поздравление. Оно длится 30 минут. Как раз я не знаю, как моя дочка отреагирует на аниматора. Это будет первый раз. Ну и заодно посмотрим, как ей зайдет или нет. А то ее уже в следующий раз будем знать, стоит заказывать для нее аниматоров или нет. Вообще хотела немножко с вами поболтать на тему того, что так как дочке уже три годика, мне нужно выходить из декрета. Оказалось, у меня еще, кстати, есть неделя отпуска. И мне на работе предложили ее взять сейчас, перед выходом. И решила, что да, это будет классно. Потому что, знаете, день рождения у дочки воскресенье. И, например, в понедельник выходить на работу спустя три года как-то, ну не очень. А так у меня еще будет после дня рождения еще целая неделя, чтобы подготовиться к выходу на работу. По поводу работы. Кто меня смотрит давно, то вы знаете, что на протяжении всего ведения своего блога, канала я всегда работала. То есть, YouTube как бы и вообще мой блог никогда не был для меня каким-то единственным источником дохода и так далее. У меня всегда была официальная работа, на которой я работала. И из нее, собственно говоря, я и ушла в декрет. Если говорить о финансовой составляющей, то, в принципе, у меня есть такая возможность не выходить на работу. Но, тем не менее, я буду выходить, потому что, ну, я привыкла, что я всегда как бы работаю. И, честно говоря, сидеть просто дома, быть домохозяйкой, просто смотреть за ребенком, признаюсь вам честно, это немножечко не мое. Многие за время декрета находят что-то новое для себя. Кто-то там, не знаю, шьет на заказ, кто-то начинает печь торты на заказ и так далее. Ну, со мной такого не случилось. Да, честно говоря, я, в принципе, и не планировала. Во время декрета я, скажем так, вообще наоборот забыла про работу в каком-то смысле этого слова и отдыхала от работы. Насчет выхода на работу у меня, конечно, двоякие чувства. То есть, с одной стороны, мне уже даже хочется выйти на работу, потому что, как я и сказала, сидеть дома, просто заниматься ребенком, быть домохозяйкой, это не совсем мое. И я уже в какой-то степени, ну, устала от того, чтобы просто сидеть дома. Вот, конечно, это нужно какое-то занятие находить. Естественно, у меня были какие-то занятия, потому что даже один блог, да, чего стоит, он отнимает достаточно много времени. Но все равно, как бы, большую часть твоей жизни ты проводишь дома. Вот, поэтому, ну, если не работаешь, я имею в виду. Поэтому, конечно, с одной стороны, мне даже хочется выйти на работу, снова вот этот во весь ритм влиться, так скажем. Но, с другой стороны, как-то не очень охота. Я думаю, кто был в декрете, а потом выходил, меня поймут. Спустя три года даже в какой-то степени страшновато. И еще один момент, который немножечко меня, ну, не то, чтобы расстраивает, не то, чтобы пугает, ну, такой не очень, скажем так, позитивный для меня момент, то, что, когда я веду на свою работу, там для меня, вот в моем кабинете, где я работаю, будут все новые люди. Потому что за время моего декрета, за три года, девушки, с которыми мы работали сплоченно, у нас был сплоченный хороший коллектив на протяжении многих лет, к сожалению, ну, по разным причинам, они перестали там работать. Я уже не буду рассказывать, потому что это их личные дела. Вот, но, как бы, получается, для меня там будет абсолютно новый коллектив. И, грубо говоря, как новая работа, да, придется вливаться в новый коллектив, именно в плане, ну, вот, кабинета, да, где мы работаем. Вот, но я надеюсь, что в этом плане все будет хорошо. Также по поводу моей работы могу сказать то, что она меня полностью устраивает. Особенно меня устраивает то, что график более-менее лояльный. Конечно же, с восьми это тяжеловато, будет вставать рано, но в любом случае ребенок ходит в садик, в любом случае рано придется вставать. Но очень хорошо, что работаю я до четырех часов, то есть вечером достаточно много свободного времени, это гораздо лучше, нежели, например, работать до семи, и вечером у тебя остается, ну, не так много времени. То есть я считаю, что когда у тебя есть семья, у тебя есть ребенок, то для девушки, для женщины вот такого плана график, это просто, ну, как бы идеально, да, когда работа, ну, до пяти еще, в принципе, тоже нормально. Вот, уже, конечно, до семи, там, до восьми, не очень, конечно, совместимо это все с семейной жизнью, на мой взгляд, но, опять же, тут кому что, кому как. Поэтому, в принципе, я уже себя настраиваю. Остается уже не так много. Единственное еще, о чем я переживаю, это о том, как же я буду все совмещать, потому что, несмотря на то, что, как я и сказала, я всегда работала на протяжении, на протяжении ведения всего своего канала, но тогда у меня не было ребенка. Сейчас у меня есть ребенок, и это совсем другое. Честно говоря, я пока не представляю, как я буду совмещать материнство, работу, семейные обязанности, семейные дела и свой канал. Честно говоря, не знаю, поэтому предупреждаю сразу, сразу, что, возможно, видео будет, ну, скажем так, меньше на моем канале, но, но, я канал не забрасываю, свой блог я тоже не забрасываю. Даже если у меня будет не так много видео, и не так часто я буду появляться, я все равно буду снимать и выкладывать. Не так часто, но я буду это делать обязательно, потому что это уже тоже как определенная часть моей жизни, от которой я не хочу отказываться на данный момент. Как сложится жизнь дальше, моя работа, я пока не знаю, но на данный момент я выхожу из декрета, и я, скажем так, настраиваюсь на работу. Ну, а дальше уже посмотрим. Завтра день рождения у моей дочки, и я тоже для вас что-нибудь обязательно сниму. Вот в этом костюмчике дочка завтра будет на дне рождения в игровом центре. Очень красивый мятный цвет, мне нравится, как вот это кружево здесь сделано. И также тут еще вот такие штанишки. Это 104 размер, немножко ей большевата, но я специально заказала немножко побольше, потому что потом весной будет она его носить. Заказывала я этот костюмчик через девочку, которая занимается привозом товаров садовода. Да, этот магазин именно садовода. За эту цену отличное качество, конечно, не супер, да, но за эту цену более чем стоит сам костюмчик всего лишь 700 рублей. То есть кофточка вот такая нарядная, красивая, и штанишки. Они вот здесь на резиночке. Здесь вот такие прострочки сделаны. Ну, плюс 200 рублей девушке. В общем, за 900 рублей мне он обошелся. Я считаю, что за эту цену просто супер. А на фотосессии к дню рождения дочка была вот в этом замечательном платье молочного цвета из муслина. Оставлю на него ссылку, я заказывала его на ВБ. Очень красивая. Кстати, у этого бренда отличные детские платья другие. Мне понравились они. Такие стильные. Вроде бы просто, но смотрится очень красиво. Сзади деревянные пуговички. Такое волшебное нежное воздушное платье. Ну что, я повесила вывеску с днем рождения. Оставлю ссылочку, заказывала на ВБ. И муж также собрал мебель в подарок для нашей дочки. Это вот такой столик и стульчик. Очень приятного розового цвета. Мягкий, классный. Ссылочку на эту мебель я тоже оставлю в описании под этим видео. Заказывала также на ВБ. В принципе, за эту стоимость достаточно неплохое качество. Ну, главное, что внешний вид тоже классный. Вот уже и шарики подъехали. Такие миленькие. Белые с розовым. А вот и наш тортик на день рождения. В такой коробке. Сейчас мы его откроем. Хотим сделать фотографии с тортиком. Еще топпер вот такой заказали. Сейчас тоже его поставим. Такой у нас тортик красивый. Мы пришли уже в игровой центр. Разного цвета. У нас камера есть? Да. Я тебя побежусь. Там у нас наш стол. Сейчас я покажу. Привет. Пицца заказали. Сейчас еще ролом будут. Ты что будешь кусать? Капицу кусаешь? Садись. 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 Отницу. Лень тяжелая такая. Кровь уже показала. Ой, это какие-то малюсинки. Что тебе? Ты мне не поможешь? Поможешь. Поможешь. Я не знаю. Может кто не начинает войск? Можно поможешь? Нет, маленького. С маленького начинается? Я еще. Так. Какой у нас самый первый? Маленький? Маленький? Большой? Маленький. Давай тогда. Ставь тогда. Вот этот бисквитик с тобой поставим. Или вот этот? Давай поставим на него. Мы поставим сначала. Давай. Смотри, они очень хорошо, как кремушек. Стрепляются. Давайте я помогу. Давай. Нам нужна помощь всем друзьям. Тогда я помогу. Так. А это столики. А это сачок. Потом ты станешь большой бабочкой, и я тебя буду ловить. Ну я же большой. Можно пощекотать. И тебя. Оп. Паймалыш, ты пощекотала бабочку. Папа. Мама, ребенок хочет конфетку сегодня. А вот есть. Все точно надо мамам сказать, какие у вас желают. А по комнатке... Блин, не трогать уже нельзя. Блин, не трогай, не трогай. Блин, иди. Блин, а я же лодочка. А знаете, где я люблю гулять? На болоте. Победа я с вами через болото? Да. Только в антизосах. Иди, волк. Ну, давайте. Так, раз, хочешь календарь? Лавочка. Ага. Это у нас такое большое болото. И по нему надо проскочить. О, Елена. Надо наступать вот, где нету зеленого. Вот, видишь, как максимум. Вот где отверстие. Или представь, что это речка, вечушка, да? Надо наступать. Как мы перегравляемся через вечушку? А то она унесет быстренько, Елена. Иди, наступай, где вот пол, видишь. Ой, умница, какая ловкая девочка. Не можем, я переходил в помню. Днем, раз, день, я! Днем, раз, день, я! Ура! Мы сделали торт. Остатки роскоши. Иди, вон тебе там девочки подарки подарили Зайчик Кто это? Зайчик Куда ты пошла? Только вернулись мы из игровой комнаты Она уснула в такси Немножко прическа уже растрепанная Ну иди, посмотри, там же еще на вермах что-то есть Да Что там еще? Ух ты, я пошла Кукла красивая, ну-ка покажи Да Ой, какая кукла И что это? О! Какой набор, что это? Это салон Салон красоты будет у тебя теперь? Да Ну-ка покажи, что там Ничего себе, какой салон красоты у тебя Давай успокоим Вот, мы еще что-то есть Это, наверное, это тебе уточка подарила, аниматор Да? Да Раскраску Да Рисует мальчик мой любименький Ну все, теперь мы будем отдыхать Хорошо, что у меня еще есть целая неделька Ну а я буду с вами прощаться, большое спасибо, что посмотрели мой влог До новых встреч на моем канале Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok